У предпринимателя совершенно по-особому работают мозги. Сейчас я хочу продемонстрировать это. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Загрустил я недавно, думаю, хочется мне уже как-нибудь уехать в какую-нибудь страну пожить, где говорят, ну, скажем, на английском языке, например, Ирландия или еще что-то. Или Америка. И, ну, пожить там, в принципе, ну, чтобы уже совершенно свободно освоить английский язык, скажем. И я подумал, ну вот, если я уеду, чем я буду там заниматься? Потому что денег пока, наверное, не хватит для того, чтобы жить просто так. И чем я могу заниматься? Ну, наверное, тем, что я умею. А умею я многое. На самом деле, умею я заниматься видеомонтажом. И дальше мысль идет следующая. Ну, если заниматься видеомонтажом, то этим можно заниматься не выезжая. То есть, прямо сидя здесь, у себя дома, закачиваю исходники оттуда, монтирую и посылаю уже смонтированный фильм туда же через интернет. То есть, на жилье не трачусь, на аренду не трачусь. Я общаюсь на английском языке и, соответственно, получаю деньги, как в Америке. Вообще, прекрасная идея. Ну, а потом, значит, следующая мысль у меня. Да, и все у меня для этого уже, как бы, есть. Я знаю, как я получу деньги. То есть, у меня есть интернет-эквайринг проверенный. То есть, из Америки платежи совершенно спокойно проходят. На Тиньково все хорошо. Честно говоря, мало кто это может сделать, потому что, ну, по-другому трудно достаточно. С карты на карту не переведешь. Это проблема. Она у меня решена. Вот, и дальше я подумал. Да, и я знаю, как закачивать большие объемы информации. У меня есть соответствующий интернет. Все это способно. И дальше у меня что-то такая тоска взяла. Думаю, блин, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, блин, это же придется работать. Там дедлайны. Там же будут сроки и так далее. Достаточно сложно. Вот. Но следующая мысль, которую посещает сразу меня и как предпринимателя, а почему я должен это делать сам? Потому что я здесь могу найти в русскоязычном поле кучу фрилансеров, которые занимаются видеомонтажом и которые ни бельбеса не знают в английском, например, и не могут общаться, во-первых, а во-вторых, не могут построить систему платежей и так далее. И просто быть посредником. А если быть посредником, то, значит, я могу не сам уже монтировать, а одновременно, ну, неограниченное количество заключать контрактов. И все. Будут люди работать, будут счастливы. Американцы будут счастливы. И я буду счастлив, потому что я буду получать за это процент. Вот сразу такая схема рождается бизнеса. И почему бы и нет. То есть, смотрите, люди готовы платить, там, скажем, 2-3-4 тысячи долларов в месяц за видеомонтаж. Это серьезная работа. Достаточно. Я осуществляю коммуникацию с заказчиками и с исполнителями. И все. Если у кого-то есть идеи, кто-то хочет поддержать меня, то, пожалуйста, ребята, милости просим. То есть, ну, в каких-то небольших пределах, в пределах 150 тысяч рублей в месяц я могу осуществлять платежи. Вот прямо сейчас уже. Ну, если сумма будет больше, то, соответственно, получается, что я буду заключать с вами договора, как уже с индивидуальными предпринимателями. Ну, все это решаемо. Идея мне понравилась. Я думаю о ней. Я думаю, что во что-то это выльется. Как вы считаете?